Человек к человеку Купер Смит, Джордж Сэмпл Третий, Филипп Бейкер Холл, Айзая Уитлок Младший, Оливия Лукарди, Микаэла Уоткинс, Бэн Розелфилд, Элеонор Хендрикс, Бадди Дюрес, Бенни Севди, Марша Стефани Блейк и другие. Подбор актеров Эйви Кауфман и Леонор Хендрикс. Композиторы Кен Шипли, Крис Вэнсон. Звукооператор Джин Пак. Костюмер Анель Брадор. Художник-постановщик Кэти Хикман. Монтаж Дастин Гай Дефа. Оператор-постановщик Эшли Коннор. Продюсеры Эллисон Роуз Картер, Джон Рид, Джо Суонберг, Эдди Лингер, Питер Гилберт, Майк Шерман, Мэтью Пернициано, Дэвид Луэри, Тоби Хелбрукс, Джеймс Джонстон и Сара Мёрфи. Сценарист и режиссер Дастин Гай Дефа. Алло. Привет, мне твой номер дал Гэри. Ты мне нужен. У меня есть красный винил Бёрд Блоу Зе Блюз. Бёрд Блоу Зе Блюз? Да, Чарли Паркер. Ну да, Чарли Паркер. Красный. Да. В каком состоянии? Как по мне, в отличном. Царапин нет. Только обложки нет. Может, потому что тогда обложек ещё не делали? Я не разбираюсь в пластинках, но она в белом конверте. Ясно. Я покупаю. Я перезвоню. Пять долларов. Алло. Это Бенни. Парень тебе звонил? Да, говорит, у него есть Бёрд Блоу Зе Блюз. Вот я его к тебе и направил. Откуда ты его знаешь? Он бывает в магазине, кое-что покупает. Хороший парень. Ему можно верить? Я его почти не знаю. Но да. Ну, то есть он не попытался бы меня кинуть? Может, это подделка? В наших делах он себя с такой стороны не проявлял. Так чего ты не купил винил? Мои клиенты такие качественные вещи не покупают. Он обещал откат, если помогу ему найти одного человека. Ладно, спасибо, Гэри. Поговорим позже. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счёт. Я буду очень благодарна, если разрешишь мне поспать ещё минуточек пять. Что скажешь? Это возможно? И под очень благодарной я имела в виду, что буду невероятно счастлива. Субтитры сделал DimaTorzok Недавние действия России усугубили нарастающее противостояние, вызвав на московской бирже непредсказуемые колебания. Хватит прогуливать. Моей маме звонили. Ну, твоя мама – самое застенчивое создание в мире. Что она сделала? Сказала, больше так не делать? Пригрозила нять телефон. Ага, минут на десять. И сказала, что разочаровалась во мне. Ты можешь расстрелять в торговом центре сотню людей, и она в тебе не разочаруется. Да ты чего? Хватит. Не делай такое лицо. Ты вешаешь вину на меня. У меня душа болит. Это проявление эмоций. Я набрала вес. Не хочу сказать, что я жирная, но и не суперхудая. Ты не должна быть суперхудой. Я не говорю, что набрать два кило – это плохо. Именно это ты и говоришь. Нет, я констатирую факт набора веса. И ты боишься набирать вес? Нет, я боюсь быть жирной. Ну, пусть весы показали плюс два кило. Хорошо, но я их не вижу на твоем теле. Новая журналистка. Привет. Клэр? Да. Фил, привет. Привет. Рада встрече. Взаимно. Пойдем. Ладно. Спасибо, что вовремя. Не за что. Сегодня работаем над статьей то ли о суициде, то ли об убийстве. Да. Пару дней назад женщина нашла мужа в их спальне. Выстрел в голову. Мы пойдем к ним в дом, поговорим с соседями, но наша главная цель – твоя цель – поговорить с женой. Ну, я не думала, что мы сразу перейдем к чему-то такому серьезному. Это еще как посмотреть. Дело и серьезное, и нет. В этом городе каждый день случается ужасное. Со временем начинаешь смотреть на это как на постоянную и неизбежную закономерность. Дело и неизбежную закономерность. Можешь включить, если хочешь. Ты же слушаешь? Включу помягче. Хорошо. Это как раз моя группа. Называется «Убить петуха». Я играю на басу. Доброе утро, Рэй. У меня сегодня важный день. Близится серьезная сделка. Бёрт Блоузе Блю с Чарли Паркер. Красный винил. Настоящая красота. О, у меня новая рубашка. Красивая, но, не знаю, в моем листе ли. Что скажешь? Тебе идет. Мы посмотрим. Я не помыл холодильник. Что? Прости, я не помыл холодильник. Рэй. Слушай, я люблю тебя. Ты мой хороший друг. Но нельзя провести всю жизнь на диване. Пообещай, что сегодня выйдешь на улицу. Хотя бы по кварталу пройдись. Это я могу. Хорошо. Прими душ, прогуляйся. Полотенца свежие. Я постирал. Я же говорил, сам свои постираю. Я стирал полотенца, вот и твои захватил. Ничего. В следующий раз ты постираешь. Ладно, спасибо, Бенни. Ладно. Пойду возьму кофе. Пора нам проснуться. Два кофе. Слушай, что скажешь о моей рубашке? Красивая рубашка? Да, красивая. Я бы сказал, даже очень. Но важно, подходит ли она мне. Что она обо мне говорит? Эй, йо-йо. Что скажешь о рубашке Бена? Хорошая рубашка. Само собой, хорошая. Но должен ли я ее носить? Думаю, да. Ладно, спасибо. Если говоришь правду, спасибо. Конечно, носи ее, тебе идет. Правда. Я только и слышу. Папа то, папа сё. Он чудесный человек. Но человек он так себе. Он посол США во Вьетнаме. И что? Он мой герой. Ну да. А ты чего в жизни добился? Ну, я выиграл Гранд Гугенхейма. Десять лет назад. Субтитры сделал DimaTorzok. Доброе утро. Я подстригся. Неплохо. Нашел новую парикмахершу. Очень приятная дама. Помнится, ты интересовался хозяйкой парикмахерской. Было дело. Но новая парикмахерша кладет руку тебе на голову, пока стрижет другой. И ее рука мягкая и нежная. К тому же, предыдущая никогда не давала мне зеленый свет. Но это... Она любит подмигивать и флиртовать. Как будто это все в шутку. Меня пленила сила нашего притяжения. Это может принести плоды. И у нее явно талант к парикмахерскому делу. Это твой непосредственный враг. Он работает на The Post. А это детективы. Лучше поспеши. Хорошо. Ну что у вас, парни? Она там? Да. Расскажите, жена. Любая информация. Прошу, любая информация будет полезна. Не молчите. Ну же, хоть что-то. Ну, хоть что-нибудь. Пожалуйста. Пожалуйста. Пока. Извини, я не успела. Ты пыталась. Считай, это нормальный день. Звонишь мне, говоришь, что за детективы, и я с ними связываюсь. Эта работа завязана на удачу, и сегодня тебе повезло. У меня с этими ребятами рабочие отношения. Ясно. Это Ронни. Ронни, это Фил из Нью-Йорк Ньюс. Привет, Фил из Нью-Йорк Ньюс. Это ты только что прятался в машине? Да, я. И это твоя новая протеже? Да. Так, куда вы едете? Фил спрашивает, куда мы едем. Дэрил спрашивает, зачем тебе? А потому что мы освещаем дело. А вот Дэрил думает, и я с ним соглашусь, что тебе просто выпал шанс впечатлить твою протеже связями с органами правопорядка в городе Нью-Йорке. Возможно. Не бойся это признать, Фил. Если пытаешься добиться ее, просто признай это. Да, верно. Мы едем на перекресток из Бродвей и парк. Спасибо, что позвонил. Я узнал, куда они едут. Вау, ты правда хорош. Это моя работа. У нас осталась лапша. Я не голодна. И пиво. Ладно. Скотт. У него чудесный член. Невозможно. Возможно. Вполне возможно настолько, что это правда. Сам вид и форма члена доказывают, что абсолютно все они по своей природе уродливы. А мне не нравится и член Скотта нравится больше всего. Он одновременно такой большой, сильный и мягкий, нежный. Нет, просто тебе нравится Скотт. Но мне плевать, похож ли его член на рог единорога. У него некрасивый член, потому что красивых членов не существует. Вагины, вот что уродливо. Согласна, что они уродливы. Но члены еще хуже. Ведь они представляют из себя лишь пустые амбиции. По структуре они являют собой орудие проникновения. Это мечи, это тараны. Член. Господи, теперь мне будут сниться кошмары о членах. Большое спасибо. Ладно, это лучше? Эта вагина лучше? Нет. Боже, какие же они в 60-х, 70-х были волосатые. Боже, смотри, сколько волос. Тут нет ничего такого. Да, ты права. Но там так много волос. Настоящие джунгли. Посмотри. Хватит уже о членах и вагинах. Ну ладно. Бёрд, Блоу Зе Блюз. Я узнаю, в каком она состоянии. Да, звоню лишь тебе. Раз я сказал, что больше никому не продам, Микки. Чарли Паркер, конечно. Я уже сказал, что никому другому не продам. Я верну деньги. Все, обещаю. Завтра будет готового. Алло. Привет, Рэй. Уже встал с дивана? Да. Что делаешь? Хожу по комнате. Прими душ и выходи из дома. И помой холодильник. Ладно. Ладно, давай. Привет. 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 Слушай, я тут подумал. Давай сходим куда-то. У меня деньги будут. Ты свободна? Ну да, сегодня очередь его отца. Думаю, я смогу. Возьмём сыра. Возьмём вина и хорошей еды. Отдохнём на славу. Отлично. Будет хорошо. Ладно, я вся твоя. Да, это Оуэн. А это Бенни. Привет. Ты теперь её парень, да? Не знаю, может быть. Ты её любишь? Не могу сказать. Парень вроде тебе может проболтаться. По-моему, она тебя любит. Ого. Это она тебе сказала? Во-первых, я хотел замутить женщину, которая была сенаторой. Нужно признать, он же сенатор. Во-вторых, я хотел узнать, лучше ли я в постели. В итоге я затащил её в койку за две недели. И, сделав своё дело, я спросил. Ну, как я по сравнению с ним? Она ответила, что лучше, чем сенатора, никого не было. Что он всегда будет лучшим её любовником. Я из-за этого больше года убивался. Он был влиятельным человеком. Хорошим певцом. Достойным актёром. Его игра меня особо не привлекала. Эй, Джимми! Джимми! Кто это? Поехали в Вегас нарушать закон. Не знаю. Летим на моём самолёте в Вегас. Замужняя Мия. Разведённая Мия. Она играла в ребёнке Розмари. Да! К чёрту полански. Кто владелец? Детектив Ритц. Это детектив Йейтс. Полиция Нью-Йорка. Хотим задать пару вопросов. Наедине, если можно. А. Продолжение следует... Здравствуйте, Нью-Йорк Ньюс. И я хотела с вами поговорить. Тут было двое детективов. Полагаю, они рассказали о деле, которое расследуют. Сказали, что это был суицид, а возможно убийство. Они не знают. Не знают? И все? Они просто ушли? Больше ничего не могу вам сказать. С чего бы им сюда приходить? Какой-то случайный выбор, да? Слушай, я не люблю идти на конфликты. Не люблю, когда на меня сердятся. Одна из моих любимых песен называется «Взрослый по уставу». Ральфи, наш вокалист, мой лучший друг, кузен и все в одном флаконе, пишет стихи. Дамка, ты не против? Нет, давай. Страх насилия над разумом. Жизнь – иллюзия времени. Тебя хотят за души сделать рабом судьбы. Твои цели – лишь твои. Ключ у тебя в кармане. Твоя боль – лишь твоя. Избавься от нее при помощи ключа. Ты должна быть жесткой. Может, там и нет никакой ценной информации, но ты должна это выяснить. Вернись и сделай вид, будто что-то поняла. Например? Выбери мужа или жену. Скажи, что один из них – клиент магазина. Лучше будет, если угадаешь, но положись на инстинкт. Мой инстинкт подсказывает бросить эту работу и сбежать домой. Ладно, игнори его. Хорошо. Алло. Эрэй, это Лестер. Издеваешься над моей сестрой? Ты о чем? Думаешь, у меня интернета нет? Или у Джанет? Это же интернет. Он повсюду. Я люблю твою сестру. Я бы ей никогда не навредил. Рэй, ты выложил ее обнаженные фото в сеть. Да, ты ей навредил. Сильно навредил. И теперь она боится из дома выйти. Из-за тебя какие-то ненормальные смотрят на фотки моей голой сестры в интернете. У меня была тяжелая ситуация. Я не контролировал себя. Не нужно было так делать. Уже сделал. Как можно решить эту проблему? Сначала я тебя хорошенько отделаю. Ладно. Где ты? В библиотеке. Брехня. Что читаешь? Охоту за красным октябрем. Гонишь. Кто автор? Рэй. На обложке должно быть написано. Там обычно указан автор. Иногда большими буквами. Тут нет обложки. Ладно. Первым делом я приду к тебе домой и переломаю тебе ноги. Я это заслужил. Но я в библиотеке. Езжай домой. Увидимся через час. Давай. Видал это? Я шнурки завязывал. Мяч попал в кольцо, в дерево, а потом в корзину. Шнурки. Я понимаю ваше ненасытное стремление размножаться. Будь у меня парень, я бы тоже этого хотела. Он думает, что ты его ненавидишь, потому что ты не приходишь, когда мы с ним. Потому что я не люблю, когда передо мной трахаются. Ничего такого. И еще из-за того, что он тебе не нравится как человек. Я просто объясняю свой взгляд на ваши отношения. Если бы отношения были так сильны, как твое стремление поднимать такие темы, тебе было бы плевать, что я о нем думаю. Ладно, проблема такова. Ты говоришь, что не против, чтобы я отдохнула с ним. Но я знаю, что это тебя обидит. Будь тебе рядом с ним комфортно, вы бы все тусили и были счастливы. Кроме одного человека, который не трахается, а смотрит, как трахаются другие. Мы не будем трахаться. Это наглая ложь. С научной и физической точки зрения это невозможно. Ну ладно. Пусть он тебе не нравится как человек. Но я хотела бы, чтобы все изменилось, хотя бы потому, что он важен для меня. Нет, я ненавижу тех, кто любит людей по таким причинам. Это гадко. Из-за этого куча глупых проблем. Ты всех ненавидишь? Не всех. Ну, почти всех. Я ненавижу всех бестолковых людей, презирающих страдания мира. Скотту есть дело до мира. И вот твоя проблема, лежащая в твоих парадоксальных желаниях. Постоянно быть с ним наедине и в то же время сохранять друзей, с которыми ты познакомилась до него, как будто переживаешь, что он не так идеален, как ты думаешь. И когда кто-то, например, я, усомняется в том, что он для тебя достаточно хорош, ты защищаешь его и приписываешь ему качество героя, рисуешь картинку, не отвечающую действительности. Слушай, я не пытаюсь сказать, что Скотту плевать на мир. Просто я никогда не видела, чтобы Скотт думал о чем-то, кроме компьютерных игр и твоего тела. Я ненавижу твою ненависть к людям. Я знаю. Я люблю тебя за это. Я люблю тебя за это. Знаю, вы не захотите со мной говорить, но если бы вы сказали мне что-то, ну, хоть что-нибудь. Нет. Я только что говорила с начальником, и детектив сказал ему, что жена покойного – ваша клиентка. она приносила сюда кое-что на ремонт. Это все, что нам сказали. Но дело в том, что у нас отношения, и у них, то есть у других детективов, другие отношения с другими газетами. И в итоге все все узнают. Так что скажете вы мне сейчас или нет, кто-то все равно докопается. Суть в том, кто станет первым. Так что просто... Просто... Вы перестали меня слушать, да? Нет, просто жду, когда уйдете. Ладно. Примерное время смерти мужа – 8 вечера. Разбитые часы на столе показывали 8.02. С виду часы были мужскими. Возможно, время смерти и время на часах совпало случайно. Но это совпадение весьма значительное. Мы должны принять его за правду и подтвердить это. То есть нужно полагать, что часы принадлежат мужу, пока не выясним обратного. Я не уверена. Просто мысли вслух. Я думала, ты спрашивал мое мнение. Нет, то есть... Да, я спрашиваю, что думаешь ты, и излагаю свои мысли одновременно. Ясно. Ты же раньше говорил, что в догадках приходится рисковать. Верно? Именно. Отлично. Хороший дом. Хочешь пончик? Конечно. Вкусный пончик. Идеальная текстура. Лучшие пончики в городе. Может, и в мире, откуда нам знать. Не скажу, что пробовал лучше. Я поклонник этого ковра. Красивый. Раздевайся, садись. Удобно, правда? Да, прям тонешь в нем. У тебя хороший вкус. Если я кое-что спрошу, скажешь правду? Что думаешь о моей рубашке? Она новая, не знаю, идет ли мне. Я сразу же ее заметил. Давай честно. Ну, я тебя не знаю, но, похоже, ты очень прямой и... скромный человек. Рубашка говорит о другом. Может, она более кричащая, чем тебе хотелось бы, ты так не думаешь? Я бы назвал ее необычной рубашкой. В этом нет ничего плохого. Каждый день бы я ее не носил, но раз в неделю можно. Да, идея мне нравится. У тебя хороший вкус, так что спасибо. Ладно, я принесу пластинку. Я мало знаю о джазе. Я не уверен, что о нем знал мой дед, учитывая состояние винила. Может, он даже не знал о пластинке. После его смерти мне удали его вещи. Не хочешь себя оставить? Из сентиментальности? Нет, я не такой. Это неправда, прости, я соврал. То есть я забыл. Он оставил мне коллекцию бейсбольных карточек, он любил бейсбол. Их я сохраню, но не пластинку. Да, я храню бейсбольные карточки. Рэй, как дела? Как ты? Я не могу говорить. Ты куда? Да? Юджин, это Рэй, впусти меня. Я знаю, что ты не шаришь в компах. На этом и строятся наши отношения. Ты платишь мне десятку в час, я отправляю твои резюме, обновляю страницы, покупаю разное дерьмо на стремных сайтах. Но я тебе объяснял последствия выгрузки тех фото и даже заставил повторить. Когда фото слит и назад, дороги нет. Назад, дороги нет, да. И что это значит? Я объяснял тебе, когда мы выгружали фото, но ты, несмотря на мои протесты и предупреждения, я заплатил тебе двадцатку сверху. Да, знаю, я признаю. Я тоже идет. Но что сделано, то сделано. Даже если удалить фото с сайта, оно до сих пор где-то существует, понимаешь? Либо в поиске, либо у юзера, скачавшего и выгрузившего их еще куда-то. Так устроен интернет. Фото доступны любому похотливому уроду. Я помню, ты это говорил, но я же был не в себе, сам знаешь, я не слушал. Я ударил их с первичного сайта. Я об этом и просил. Может, Лест растенет. Надеюсь. Она любовь всей моей жизни. Поверить не могу, что слил ее обнаженные фотки в сеть. Мы принесли пиво. Спасибо. Привет, Венди, ты как? Нормально. Супер. Ты знакома с Ривером? Они виделись миллион раз. Например, на твоей днюхе. Ладно, подай на меня в суд. Я не помню, чтобы они двое тусили. Боже, ты все это выпьешь? Да. Венди, хочешь пиво? Я собиралась уходить. Нет, нельзя. Ты нам нужна. Да, не уходи. Мы только пришли. Ты нам нужна. Зачем? Поддерживать огонь. Огонь? Дух. Наш дух. Не знаю, я только что банку пива вдул. Давай, оставайся. Устроим вечеринку. Но нас только четверо. А если уйдешь, останется только трое. Это начинает напоминать какой-то подозрительный план. Конечно, нет. Нет. С чего бы вдруг? Я не знал ни о каком плане. Я не была в курсе, что вы придете, пока не услышала звонок. Она знала, что я тут же исчезла. Потому что иногда я бываю антисоциальным созданием, и сегодня как раз такой случай. Но ты наверняка знал, что я буду здесь. Да. И наверняка знал, что в итоге они пойдут трахаться. И они всегда так делают. Вряд ли тебе не приходило в голову, что мы останемся одни. Я правда не думал, что до этого дойдет. Но все равно, что от этого толку? Ты же лесбиянка. Кто это сказал? Не помню. Мелани считает меня лесбиянкой. Потому что я была только с девушками. С двумя девушками. Еще она считает меня девственницей. Но у меня был секс с двумя девушками. Хотя я и не считаю себя полной лесбиянкой. То есть меня привлекают парни, но я никогда не была с парнем. Так что не знаю, понравилось бы мне или нет быть с парнем. Давно ты тут живешь? Три года. Круто. А ты? Восемь. Откуда ты? В Сиэтл, Вашингтон. А ты? В Сен-Сен-Ате. Огайо. Вот она. Я нервничаю. Страх насилия над разумом. Хорошо, спасибо. Спасибо. Простите. Вы уронили грейпфрут. Спасибо. Нет, вы меня кликнули до того, как упал грейпфрут. Вы сказали «простите». Громко и в мою сторону. Потому что вы уронили грейпфрут? Нет. Вы меня кликнули. Я обернулась, и он упал. Так все было. Нет, я кликнула вас из-за грейпфрута. С чего бы я оборачивалась тогда? А с чего бы я вас звала? Кажется, мое сознание решило со мной поиграть. Извините, что настаивала на своей правоте. Агрессивный напор – это и есть главная проблема моей личности. Я бы не сказала, что вы были агрессивны. Ну, это очень любезно, но я знаю, насколько испорчено. Осуждение и анализ своих действий – тоже мои проблемы, так что лучше мне заткнуться. Хотя мне и заткнуться тоже трудно. Я не плачу. У меня всегда слезятся глаза. Я слишком эмоционально отстранена от жизни. До свидания. Извините, я из-за пост. Можно пару вопросов? Правда, что во время смерти мужа вы были в кино и ушли в полдевятого? Ей вы расскажете, а мне – нет. Нью-Йорк Ньюс. Он из Нью-Йорк Ньюс. Он тоже. Он из Нью-Йорк Ньюс. Молчать неэтично. Я собиралась сказать. Расскажите о часах мужа. Видали, как она себя повела, когда вы сказали о часах? Расскажите мне о часах. Очевидно, это часы мужа. Да. Вы понимаете, что потенциально можете участвовать в раскрытии убийства? Мне говорили, что это суицид. Похоже, им нужна жена. Именно. Вы говорили, что она принесла часы в ремонт. Потом приходили детективы и журналистка. Они думают, она его убила. Может, часы были на нем в момент смерти? Я не хотел этого говорить, но мы все так думаем. Правда? Я ничего не думаю. Он умер в воскресенье. Она принесла часы во вторник. С чего бы она стала это делать? Зачем ремонтировать часы покойного? Может, хотела надеть часы на него на похороны? Да, возможно. Или не хотела, чтобы кто-то узнал, в каком часу она его убила. Мне она не напоминает убийцу. Хорошая. Достойная женщина. Вот он. Привет. Как ты? Что? Я иду к этому парню. У него есть Bird Blow the Blues. Повтори. У него есть Bird Blow the Blues. Он тут живет. Пол, да? Ты у него что-то покупал? Bird Blow the Blues. Привет. Я Ноа. Да, конечно. Мы случайно встретились на улице. Мы знакомы. Видимся в магазинах пластинок. Мы оба собираем винилы. Но тут какая-то путаница. Бенни сказал, что ты продал ему Bird Blow the Blues. Да, так и есть. Тогда чего я тут? Да, я не подумал. Думал, я не куплю ее? Черт возьми, сукин ты сын! Открывай дверь. Видишь, он вор. Открывай. В чем дело? У нас тут вор. Закрылся и не пускает нас. У меня есть ключи. Но лишь на экстренный случай. Если это поможет сохранить его дверь, давайте. Тот парень тут даже не живет. Что? Он тут всего неделю снимает квартиру у девушки. Он ушел через заднюю дверь. Не вижу его. Такого обманщика я еще не встречал. Втирал, как ему нравится, этот ковер. Видите статуэтку? Балерина. Я сразу понял, что с ней что-то не так. Этот парень дал мне вкусный пончик, чтобы войти в доверие. Говорил, как ему нравится моя рубашка, и я повелся. Ненавижу его. Бенни, смотри. Их девять штук. Он наклеил на конверты надписи. Хороший развод. Эти девять плюс твоя. Отличные деньги. Ладно, я позвоню Гэри. Разберемся и найдем его. А я знаю Гэри. Он навел меня на поло. Так, теперь я очень зол. Мне лотерейный билет, пожалуйста. Спасибо. Черт. Привет, Майк. Привет, Лестер. Не знаешь, где Рэй? Рэй? Нет, извините. Мы с Майком тут заметили, что фотки моей сестры убрали с сайта, куда он их слил на той неделе. Мы в курсе, что ты помогаешь Рэю. Может, ты его сегодня видел? Помог ему? Нет. Я его не видел. Извините. Так можно нам к тебе зайти, убедиться, что его там нет? Да, но его там все равно нет. Я хочу сам глянуть. Будешь сопротивляться, я все равно зайду. Но если он там, и ты будешь мирно содействовать, выпишу чек на твое имя. 20 баксов. 20 баксов? Ну да. Прости, Рэй, у меня не было выбора. Эй, Лестер, Лестер. Спасибо. Так, дай мне пять билетов. Боже, сколько можно там сидеть? Иди, постучись и спроси. Тогда я рискую услышать ее стоны, крики или еще чего там. Я слышал такое у Скота дома, когда они ушли в его спальню. Напомнило агонию. Как будто они медленно умирали от ужасной болезни и хватали ртами воздух. Не назвал бы такое весельем. Жесть. Сколько они там были? Меня достало, и я свалил раньше. Но минимум час. Ты уходи, если очень хочешь. Мой рюкзак в ее спальне. Заберешь его завтра. Заберешь его штуки. Бежит. 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 Сейчас komme. Нас погgangen. «Бежит. Бежит. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если честно, я переживаю из-за работы. Нужно мне работать в библиотеке. В прошлом году я там работала. Я ощущала себя ответственной, организованной женщиной, которая гордится нашей культурой. Ты молодец. Слушай, следующий шаг — заполучить фоточасов. Это гвоздь статьи. Ей шансы на первую страницу. Вот, послушай. Это мой бас. Ладно, давай, подпевай. Давай, выкричись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну как? Было круто, но немного голова кружится. Песня называется «Вырубесеть»? Да, именно так. Мне сейчас очень хочется выбить тебе все зубы, Гэри. Из меня сейчас пар повалит. Не будь тебе 62, 61. Не будь ты старше 60. Я бы перешел моральную черту. Я не умею читать мысли. Вижу, ты злишься, но не знаю, отчего. Скоро на меня будут тыкать пальцем на улице и говорить. Вот он, ударил старика. Я такого не хочу. Скажи, в чем дело? Ты отправил меня и Ноа к тому парню. Нас двоих. Он позвонил, спросил, кого заинтересует винил. Я назвал тебя и Ноа. Он вор Гэри. Продал мне подделку. Чего ты злишься на меня? Я его не знаю. Я же сказал, он бывал тут пару раз. А кроме того, ты всегда якшаешься с бомжами, дельцами и ворами. Позвони этому подонку. Поговори и выясни, где он. Если я выбью зубы ему, твои останутся на месте. Давай, иначе я взорвусь. Господи, смотри, тут написано Пол. Черт. Давай договоримся. Иди сюда. Я сломаю тебе лишь одну ногу. Будешь бежать? Сломаю обе. Можно без переломов. Ни за что. Морду у тебя набью позже, Гэри. Я не знал, что он там. Здравствуйте, это миссис Кримский. И я пару дней назад приносила вам часы мужа. Да, конечно. Сегодня меня о часах спрашивала журналистка. Она была в вашем магазине? Да, была. Я сказал, что не хочу с ней говорить. Почему тогда она спрашивала о часах? Она их видела? Не знаю. Они лежали у меня на столе. Но не знаю, как она поняла, что они ваши. Детективы тоже заходили? Да. Приходили как раз перед ней. И что они сказали? Они знали о часах. Хотели забрать их с собой. Я ответил, что не могу отдать им часы. Почему вы так сказали? Ну, вы же мой клиент. Как-то неправильно было бы отдать им часы. Но они сказали, что вернуться с ордером. Тогда я буду вынужден подчиниться. Вы их починили? Нет, как раз собирался начать. Когда пришли детективы, велели не ремонтировать. А велели не отдавать их мне, если я приду? Нет. Не понимаю, как человек, любящий мою сестру, мог пойти на такой неуважительный поступок. Знаешь, почему я это сделал? Она спала с Себастьяном. Я об этом узнал и сорвался. Вы тогда не были вместе. Немного поссорились. Она напилась, разозлилась, и вы не были вместе. Я каждую ночь лежу в постели, не могу уснуть, представляя, как это чудовище ее касается. Просто психанул. А теперь подумай о тысяче чудовищ, наяривающих на обнаженные фотки моей сестры. Ты этого хотел? Она не хотела тебя обидеть, Рэй. Просто ты ее не удовлетворял в постели, и вы отдалялись. Я был подавлен. У меня была депрессия. Я не пытаюсь отмазываться, просто был сам не свой. Потерял контроль. Ладно. Майк, принеси камеру. Тебе повезло, Рэй. Она попросила привезти тебя к ней, поговорить. Просила не трогать тебя. Садись на диван. Я голый, даже без реквизита. Да, реквизит понадобится. Майк, включи свет. Лампу. Так, теперь томный взгляд. Я не умею. С леденцом во рту, Рэй. Давай томный взгляд. С леденцом во рту, я сказал. Томный взгляд. Давай. Вот. Вот хорошо. Дай гляну. О, да. Дай гляну. Дай гляну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда я вошла, вы почти что трахались. Неправда. Да ладно, в воздухе почти что пахло сексом. Мне пора домой. Нет, я не издеваюсь, брось. Идея супер, если вы замутите, будем лучшими подругами, которые встречаются с лучшими друзьями. Я на тебя не давлю, просто отличный был бы союз. Правда, и я это одобряю. Круто, но мне не нужно твое одобрение. Брось, ну хватит злиться. Ладно, вы не потрахались, и мечта мертва. Ну, только не уходи, куда ты? Когда я злюсь, как ты сама сказала, остановить это невозможно. Ты же знаешь. Так что я лучше буду злиться в одиночестве, чтобы не позорить тебя перед друзьями. Ладно. Она идет домой. Без никакой причины просто депрессует. Очень типично. Я с ней поговорю. Они в гостиной собирались трахаться. Смело. Эй, стой. Слушай, я тогда не хотела. Я не собиралась плакать. Ясно. Просто мне было не по себе. Я не понял. Просто иногда у меня куча эмоций, а иногда их слишком мало. И я переживаю, что ощущаю не все эмоции, и так волнуюсь, что вдруг начинаю ощущать все. Это сбивает с толку. Я просто хочу знать, что со мной все в порядке, пока не начну ощущать то, что должна. И, наверное, такие переживания могут свести меня с ума. Но, поверь, я не отталкиваю тебя, говоря, что парень мне сейчас вовсе не нужен. Ничего, можем быть друзьями. Если хочешь. Ты не обидишься? Нет. Точно? Да. Точно. Точно? Точно. Точно. В общем, я знаю о часах мужа. Я в курсе. Мне звонила жена. И что она сказала? Что её расстроила встреча с вами. И ваша информация о часах. Как я могу убедить вас, позволить мне сделать хоть одно фоточасов? Я уже высказался по поводу своего желания в это ввязываться. Прислушайтесь ко мне. Смотри. Так, я сейчас спрячусь. Нет, нет. Простите. Пожалуйста, не делайте этого. Нет, мне очень жаль. Нет, не надо. Простите. Здравствуйте. Я миссис Кримски. Да, конечно. У меня часы вашего мужа. Спасибо, что сохранили. Знаю, вам некогда было их чинить, но я всё равно вам заплачу. Нет, нет, это не обязательно. Как вы знаете, мой муж мёртв, и эти часы многое для меня значат. Она пришла как раз перед вами. Хотела заснять часы. Я ей отказал. И это правда. Он отказался показать мне часы. Потом приехали вы, и я спряталась, и он был против, но я не послушала его. Я не послушала. Можно разбить эти часы? Можно бросить их на пол? Наверное. Если вам станет легче. Извините, что разбила часы. Но вы этого извинения не заслуживаете. Я потеряла единственного человека, которого взаимно любила. Мои страдания передать словами невозможно. Погнали. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стой, 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 стой Больно же Так и должно быть Дай кошелек Вот мои 200, и у тебя тут еще 150 Не забирай их, прошу, мне нужны деньги Это тебе за крысятничество Я в жизни тоже воровал, обманывал Но только если люди этого заслуживали У меня в сердце музыка Я люблю ее Ищу ее, нахожу пластинки Собираю, продаю людям С такой же любовью Это мое уязвимое место Не думай, что им кто-то воспользуется Потом Даешь знать о своей любви другим Делишься ею И веришь, что они тебя не обидят Не знал, что для тебя это так важно Это простая мораль Она должна быть в фибрах души Ты рассказал мне об умершем деде Дал мне вкусный пончик Одобрил мою рубашку Ты создал ловушку, в которую я попался, как болван Мой дед правда умер И ты используешь его ради наживы Это еще хуже Ты правда крыса Надеюсь, что-то заставит тебя повзрослеть Субтитры сделал DimaTorzok Это просто отвратительно Я люблю тебя Люблю тебя как человека Но ненавижу за то, что ты убил наши отношения Нам больше не быть вместе И ты знаешь это Я сомневался Ты все убил Ясно Если нужна салфетка, она на столе лежит Можешь поплакать, Рэй Я плачу Я бы не сказала Похоже, ты сдерживаешь эмоции Как всегда Можешь поплакать, Рэй Я плачу Я плачу Можешь поплакать, Рэй Я плачу Я плачу Я плачу Я плачу Я плачу Убирайся, пока женщина не явилась. Ее арестуют. Мы были правы, часы важны. Дэрил сказал, что после выстрела в голову муж упал на руку. На нем были часы. Удава говорит, что в 8 вечера была в кино. На выходе она включила телефон и увидела СМС от мужа. Там было сказано «люблю тебя, прости». Вызвала копов и нашла мужа дома мертвым. Можешь понять, почему СМС-ка важна? Не знаю. Ее отправили в 8.10. Часы остановились в 8.02. Если они разбились при падении, он не мог отправить СМС в 8.10. Она отправила СМС, застрелив его? Вот именно. Она поняла свою ошибку, взяла часы и отнесла в ремонт, думая, что проблема решена. И вот она. Так. Чего вы хотите? Мэм, мы знаем, что часы у вас. Хватит. Мэм, нам нужно поговорить. Я тут правда ни при чем. Сучка. Нет, нет, нет. Нет, нет. Сучка. Дрянь. В машину. Ладно, ладно. В порядке? Да, просто немного щиплет. Мэм. Алло. Эй, Рэй, ты где? Ван и Джанет. Что ты там делаешь? Долгая история. Но мы беседуем. И как? Она злится, как и должно быть. Слушай, дома будет вечеринка. Будут хорошие друзья. Выпьем немного, потанцуем. Возвращайся. Тебе полегчает. Да, может быть. Джанет разрешила переночевать на диване. Сам решай. Люблю тебя, Рэй. И я тебя люблю. Рэй, я здесь. Фотки просто умора. Боже, какая жесть. Хорошее наказание. Ты заслуживаешь еще тысячу таких. Я знаю. С кем ты говорил? Бенни. О, Бенни. Мне он очень нравится. Он мой лучший друг. Присядь-ка. Я же говорила, можешь поплакать. Да, это трудно. Ты моя подруга. Извини, что я так с тобой поступил. Просто поплачь, Рэй. Хорошо. Сначала куда-то сходим, поужинаем, пообщаемся, потом ко мне домой. Тусим, оторвемся. Приглашай девочек. Да? А что ты сейчас делаешь? Покупаю новую рубашку. Не спусти все деньги за один вечер. Новая рубашка – это новая рубашка. Помнишь, какая была она мне сегодня утром? Нет. Я весь день ей противился. Не знал, для меня ли она. Но сейчас смотрю на нее. Она хороша. Так может, тебе не нужна новая рубашка? Иногда просто нужно иметь немного терпения. Неплохая рубашка. Я сваливаю. Ты еще тут? Да, заканчиваю. Отправил статью. Почти готово. Первая страница? Нет. Нет, какого-то парня убили в парке. Может, будет третья. Ладно. Это Клэр. Привет. Привет. Можно мне домой? Я думал, ты захочешь увидеть статью. А потом, может, сходим выпить? Снять стресс? Ну, у меня до сих пор болит живот, так что... Тогда перекусить можем. Мне нужно побыть одной. Да, у меня живот болит, а кроме того, мне расцарапало лицо женщина, которая убила своего мужа. Так что я хочу принять ванну и задуматься о том, что же я делаю со своей жизнью. Ты очень красивая. Сегодня постаралась. Я, наверное, брошу эту работу. Не нужно, не торопись. Нет, она мне не подходит. Наверное, в глубине души я тихая библиотекарша. Почему у меня не выходит? Что? Нравится людям. Ну, может, просто не та атмосфера для подобного. Ну, остальные же умеют. Не знаю, может, просто нужно быть собой. И не так сильно стараться кого-то впечатлить. Ты же хочешь, чтобы тебя любили настоящим. Боже, ты для меня идеальная женщина. Фил, хватит! Фил, прекрати! Ну, ладно. Я пойду. Спасибо за сегодня. Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. Ну, я пойду. Продолжение следует... 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 Ладно. Да? Давай. Пытаюсь, понимаешь? Нет, не понимаю, я... В общем, я тебя люблю. Да? Да, очень. Очень сильно. Я тоже тебя люблю. Да? Да. Хорошо. Отличная новость. Да. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok